Документы есть у вас? Доставь документы. Мне кажется, что-то здесь нечистое. Теракт я вам задумал, а? Не надо от нас выходить, пожалуйста. Не трогайте меня руками! Руки убрал! Терактом здесь занимаюсь. Можете его в машину посадить, ребята? Теракт вы не хотите здесь совершить? Давай его загрузим, чего вы все боитесь? Для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям. Проверять я вам предоведу. Личность своя установлена? У кого четыре глаза, тот похож. Чего зато у них ППС ничего не делал, стоят, боятся. Они очкуют. Очкуют? Что это такое? Протокол о личном досмотре. А не в курсе, что это бланк строго отчетности? Читайте, да. Так вам ехать надо, что ли? Так просто езжайте и все. Я отказываюсь, у меня нет времени и все. Просто зачем вам это? Потом надо будет. Не мы резину тянем! Не мы резину тянем! Не мы резину тянем! Смотрите! Вот передали по рапорту. Меня по рапорту вот передали. Подождите, подождите. Они вас задержали, так? Они еще не задержали. Они хотят вам провести ваш досмотр. Вы положите все, что у вас есть. Они написают рапорт и они отвезут вас с водителя. Вот рапорт. Проверят вас и отпустят. Все. Какие проблемы? Ну хорошо. А за что вы собираетесь подписывать за них? Да вы же у меня времени уже нет. Вы так езжайте. Вот отдайте им ручку. Отдайте. Вы что их боитесь что ли? Да не боимся мы никого. Ну все, соберите езжайте. Если надо ехать, я реально езжайте. Ну вот и все. Потому что я имею на это право. У меня закон. А для чего им надо его обыскивать? Вы что думаете реально, что у него бомба там или что? Господи, он достал из кармана. А зачем? Слушайте, давайте отожмемся здесь по 10 раз. Зачем? Вот скажите мне. Это не законное право. Они могут его достать. У них есть право применять оружие? Есть, согласитесь? Ну есть у них право применять оружие? Почему они его сейчас не применяют? Зачем? Вот именно, зачем? Потому что оснований у них нету. То же самое вот есть право, но оснований то нету понимаете? Мне надо установить его личность. Установили личность. Это всё делается при определённых основаниях. Смотрите, личность установили. Хоть его надо проверить если у него запрещённые предмыты. Вот и всё. Вот, вот мои охранники. Кто против то? Вот мои охранники, я им по рапорту передам. Они должны это делать. Все, они уже написали свой рапор. Ходили, отдали им. Все, я их сейчас подописал. Они берут план строгой отчетности и досматривают меня. Я отказался садить под машину без досмотра. Потому что если у меня там оказался пистолет, за углом бы обоих положил бы, кто был виноват. Они были бы виноваты. А их семей бы потом мы бы содержали. Ровят, а вы что тогда? Они участвуют в ситоке. Они не хотят быть соучастниками. Потому что я ничего не совершал. Вот два короля на дороге. Потому что вот они сейчас телефонным правом занимаются, чтобы убедить их совершить противоправные действия. Они не хотят это делать, потому что, видимо, голова лучше работает, чем у этих. Эти уже сделали свое. Да, ну показывал бы. Все? А этим надо было двум гаврикам сказать, что проверить, давайте его по следопыту. Хардкор. Если вы заняты, садитесь. Вы не имеете права подписываться, пока не что. Сейчас вы здесь свою подпись поставите. Пустые графы наполняют, что у меня найдено 2 килограмма героина. И я на 8 лет поехал. Какой 8 тысяч? За 2 килограмма героина 20-ка минимум. Так, товарищи полицейские, давайте что-нибудь решать уже. Потому что это все может проложаться очень долго. Подопечный вас, вы либо как бы приступаете, либо это самое... Писали на меня, все, они уже здесь ни при чем. Я ваш подопечный, вы меня охраняете. Побои с меня снимаете. А, вернули, то есть все? А как вы друг другу, как это передаете? Вы его зарегистрировали вообще, нет? Нет, я зарегистрировал дежурную часть. А если до дежурной части там вечером доберетесь? А я что, сейчас-то получается не задержу? Получается. Вот это поворот! Как бы не было изначально. Поехали? А, ну и все, как бы, мы поехали? Они, по-моему, сейчас рады, что мы уехали. Делать вид, чтобы так красиво, технично все свалили. Машины без нарушений. Да. Смотри-ка, оп, и все. Под кирпичик. Ай-яй-яй, ну под кирпичик-то зачем? Полицейские, блин. И мигалку не включили. Да. А тебе решало. Смотрите, если сейчас озвучить, сейчас... Блин, что делать-то? Что делать-то? Опять дисциплинарку получать? Да, если они со второй роты, то Самойлов Алексей Евгеньевич опять будет рассматривать жалобу в отношении них. Опять будет их дисциплинарной ответственности привлекать. Хотя я им предлагал вариант по-хорошему. Они не согласились. А так, получается, человек не задержан. Может спокойно все делать. Передвигаться. Рапорт они никому не подали. Сотрудники ППС уехали. Не захотели участвовать в противоправных действиях. Вот. А сейчас началось, что они позвонят начальнику. Вы звонят. Вы звоните, я понял, вы виноваты. Да, все. Они виноваты в итоге оказались. Сотрудники ДПС? Да, вот так. Ребятушки, это, если честно, какая-то дичь, да? То есть они рыпнулись что-то, рыпнулись себя показать, да? А в итоге сели в лужу. ППСники не захотели за их косяки отвечать там, да? А они сами, ну, тоже потом слились в итоге. Ну, так дерзко не представились. Да им как минимум дисциплинарка. Они со мной разговаривали, ни разу фамилию всего никто не сказал. Какие-то шуточки отпускали, что-то еще делали. Зачем это надо было? Доставь свою камеру. Да ладно, давайте уж на камеру. То, что я видел, что вы тут творили. О, мне это очень не понравилось. Оставь камеру там. Вы что, боитесь, что ли? Ты боишься. Вас, конечно. Не умножить, не любите. Что вы? Как на камеру это самое, человека крутить, так вы смелые. А так что? Поговорим. Я видел, как вы узарки хватали. Его. Где? Здесь. Ой, хорошо, давайте это самое, не начинайте. Поставка. Что? Что с вами делать-то будем? Что делать с нами? Что с вами делать будем? С вами что делать? С вами что будем делать? Зачем вы до него докопались? Сидел он в Кустав. Может он там это самое. Что он там делал? Я его даже не могу проверить по базе, по розыску. Ну зачем? Вы что думаете, он реально в розыске что-то? Откуда я знаю? Скажите ему сами, пусть паспорт даст, я его по базе проверю. Зачем вам его паспорт? По базе проверить, по розыску. Да он давал вам паспорт, надо было переписать данные. Мне он ничего не давал, у вас здесь не было. ППСников давал? У вас здесь не было. Нет, ППСников давал. Я не ППСник. ППСники мне, ну и что? Они посмотрели его вообще данные. Короче. Я не ППСник, мне он ничего не давал. Вот 10 раз ему сказать дайте паспорт, дайте паспорт. Вам не дам, вам не дам. ППСник вам вот так показал, все убрал. Иужели сразу нельзя дать? Все, посмотрели, все. Никаких претензий. Что вы здесь делаете? Ходите. Ребята, где это самое. В общем, у ППСников нет вопросов к нему? Нет. У вас по безопасности дорожного движения есть вопрос к нему? Нарушал он что-то? Нет. Ну и все тогда. Расходимся и все. Все. Казал, поднимай, до свидания. Ну, а зачем вы это вообще начинали делать? Одно дело, когда, да, действительно, вы кого-нибудь останавливаете, допустим, документы, документы. Ну, это не мой вообще претензий. Ну, вот и все. Просто показал паспорт, все, до свидания. Вопрос в том, обязан ли он просто так вам показывать паспорт. Он что, будет каждому показывать паспорт, подходить. Я вот подошел бы, я бы сказал бы, вот на документы. Ну, есть же закон, понимаете, есть основания какие-то. Если бы он, допустим, там, не знаю, там, что-нибудь там выкапывал, там, я не знаю, там, как-нибудь подозрительно бы себя вел, одно дело. А то другое дело, то что... Ходил туда-сюда, туда-сюда ходил. Что, он должен бояться, понимаешь, люди. Принял, сейчас я узнаю, что за сотрудники его не забрали. Принял, я пойду. Поехали, все, наверное, все узнаем, кто подержал, кто на это. Ага. Все, принял. Что, и они должны, знаешь, мы вообще должны, знаешь, все передали, все, вы ее... Да, ну, такая, что... Рапорт забрали. Получается, вы его и не передали? Сейчас, да? По факту. Мы сейчас поедем, да. Разбирайтесь. Ну, разбирайтесь. Что обрадить? В отдел полиции едем сейчас. А, ну, не в отдел полиции, а на 0-2 едем сейчас. А на 0-2 едем. Все, до свидания. До свидания. По-моему, сейчас поедет под кирпичок. Вон там кирпич. А вот, под кирпич, под кирпич. Так, ну, Сергей, рассказывай, что случилось? Да, случилось странное происшествие. Ехал, ехал, увидел на заправке сотрудников ДПС. Решил рядом остановиться и просто поинтересоваться, как они вот так вот несут службу с нарушением. Притом, я к ним не обращался, никак. Их от работы не отвлекал. Я позвонил в дежурную часть. Ну, дежурная часть, как обычно, нахамила, надерзила. И параллельно с этим сотрудники ДПС решили ко мне пристать. С глупыми вопросами. А чья эта машина рядышком со мной стоит? А что я тут делаю? А как меня зовут? А что вот у меня на груди? Камера GoPro, не GoPro? Умеет ли она под водой снимать? Ну, и я в рамках их компетенции им ответил. Ничего я им не ответил. После этого они сделали вывод, что как пешехода ничего не нарушат, они меня не могут не досмотреть, не обыскать, не проверить документы. И они сказали, сейчас мы вызовем обыкновенную полицию, которая тебя все проверит. И все, и там по рации «Чайка, чайка, я орел» вызвали сотрудников ППС, которые минут через 10 прибыли. Все это время они вокруг меня кружили, задавали глупые вопросы, что ли не пытались зафиксировать, чтобы я никуда не смылся. Один спереди, другой сзади. Один из сотрудников ППС постоянно хвалился своим яблочным телефоном. Ну, а когда приехали сотрудники ППС, стали выяснять, на каком основании вообще нужно досмотреть, проверить мои документы, личность, сотрудники ППС ничего не могут ответить. Сотрудники ДПС им говорят, неадекватно себя ведет, ходит, кричит. Я сотрудников ППС спрашиваю, это нарушение? Это подозрительно? Чем это подозрительно? Они ничего ответить не могут. В итоге, я им показал паспорт, они, естественно, захотели его в руках подержать, я им этого не дал, не было оснований. Сотрудники ДПС стали составлять рапорт, чтобы сотрудники ППС меня доставили в отдел. Личность установили. Хотя личность мою по паспорту сотрудники ППС установили, я им показал. Сотрудник ППС прочитал фамилии, имя, отчество и где я родился. Сотрудникам ДПС показалось мало. Они сказали, сейчас мы давайте его по какой-то их операции, дозор или сокол, мы его проверим в отделе полиции. Сотрудники ППС отказались меня доставлять, пока у них на руках не будет рапорта. Сотрудники ДПС долго-долго составляли рапорт. Когда они наконец-таки его составили, мне предложили сесть в машину. Хотя до этого они неоднократно меня, в принципе, просто пытались запихнуть в машину. После того, как они предложили мне сесть в машину, я сказал, а что вы меня просто так посадите в машину? А как же проверить, вдруг у меня какие-то опасные для жизни и здоровья сотрудников полиции имеются предметы? Я встал в руки в гору и предложил меня досмотреть. Сотрудники ГИБДД сказали, стой, мы сейчас составим протокол личного досмотра. И принесли снятый бланк, неномерной, в единственном экземпляре. Долго и мучительно составляли его, потом составили копию. Потом сотрудники ППС сказали, что нет оснований меня доставлять. И, можно сказать, через некоторое время уехали. А сотрудники ДПС поехали их доказывать за то, что меня не доставили. Хэппи-энд. Хэппи-энд, да. Вот, и прошу заметить то, что, когда я подъехал и называл им фамилии их командиров, я это делал не потому, что там у нас какое-то кумовство с ними или что-то еще, нет. Просто я неоднократно уже общался и смотрел в глаза командира, которым стыдно за своих подчиненных. То есть, командир там, командир роты, допустим, да, он не может за каждым сотрудником ДПС, который взрослый человек, да, ходить и как за маленьким ребенком вытирать ему слюнки. То есть, у них есть все равно какая-то доля самостоятельности, и они все равно имеют возможность, несмотря на все указания командира, превышать свои служебные полномочия. Вот, то есть, в ВАУ, да, я очень часто общался и раньше, и сейчас по жалобам, которые рассматривали командиры роты, да, именно в отношении своих подчиненных. И я реально несколько раз видел, как командирам было стыдно. И я им это, их фамилии говорил, потому что, чтобы воззвать к их совести, чтобы они не стыдились лишний раз вот по пустяку, когда человек реально ничего не нарушал, а они к нему прикопались, перед своими командирами, чтобы им стыдно было на месте уже сейчас, чтобы они прекратили свои противоправные действия по отношению к гражданам прежде всего и не подставляли своих командиров. Ну, а теперь они отказались, да, они их отказались извиниться, я им предлагал. Они не извинились ничего, в итоге они просто как бы уехали и все. И уехали зачем-то наказывать сотрудников ППС, что-то им как-то, какие-то проблемы устраивать из-за того, что они их не послушались. Да кто они такие, чтобы их слушаться? Они, если противозаконные действия творят, то сами пускай за них и отвечают. Не надо в это впутывать нормальных сотрудников, я так считаю. Все правильно. Все, всего доброго вам, удачи на дорогах. Сотрудники ДПС и ППС тоже, вообще полиции, думайте головой, прежде чем докапываться до людей просто так. Не нужно вам это. У вас своя компетенция, вы видите, вот там, украл что-то человек там или там кого-то побил, да, действуйте. Или хулиганит человек, да. А так вы, получается, на реальные нарушения реагируете, а вот просто за то, что человек снимал так сотрудников ДПС, вы докапываетесь. Это несправедливо, по моему мнению. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...